Это актуальное интервью в студии Надежды Саханская. Здравствуйте. Сроки открытия долгожданного осеннего охот-сезона могут меняться год от года. Чтобы не получить штраф за браконьерство, необходимо обязательно узнать сроки открытия охоты на ту или иную добычу. Охота в большинстве субъектов страны регламентируется федеральным законодательством. Однако местные власти часто устанавливают собственные законодательные ограничения. Что нужно знать об осенней охоте в Якутии, расскажет наш гость. Анатолий Попов – заместитель руководителя Департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий. Анатолий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие изменения в законодательстве появились с прошлого охотничьего сезона? У нас в последние годы почти ежегодно уносили изменения в законодательстве об охоте. Главным образом правила охоты, которые касаются непосредственно охотников. И в этом году были изменения по срокам охоты и по особенностям введения весенней охоты. Ну, давайте по особенностям весенней охоты. Ну, она уже как бы прошла. И у нас в этом году были изменения именно по охоте с посадной уткой. Там раньше у нас как бы четкого регламента не было, да, сколько охотников могут охотиться с одной посадной уткой, да. И мы в свое время устанавливали регламент своим нормативным региональным актом, что не менее трех охотников. Но потом это мы там требовали, да, что они изменили тоже с федеральным законодательством, да. Поэтому у нас как бы это тоже отменилось. И позапрошлым году вообще критерий не было, сколько охотников могут охотиться с посадной уткой. А сейчас уже в этом году в правила, в федеральные правила установлены требования не более двух охотников. Также для вот весенней охоты запрещается охота с подхода, то есть с укрытия только можно охотиться, да. И появилась возможность для охотников выйти с оружием из укрытия для добора подраненной дичи для утки на 300 метров, на гусей на 500 метров. Также вот по весенней охоте много изменений по северным районам, да, получилось. В северных районах у нас было разделение сроков охоты на гусей. Три дня отдельно и на семь дней на селезни уток. И по введенным изменениям, да, уже должны быть непрерывные сроки весенней охоты. То есть мы не имеем права разделять, да, субъект Российской Федерации не имеет права. Поэтому мы вынуждены их объединили. Там установили различные сроки, да, по рекомендациям советов по охоте, вот районных советов по охоте, да. И в этом году вот такие установлены, ну, то есть эти сроки будут в следующем году, да. Также вот по весенней охоте у нас будет по всей республике один срок охоты на турпана. Это с 1 по 4 июня. И охота с подсадной уткой в связи с тем, что вот северные районы у нас как бы этот, установлен непрерывный срок, да. У них охота почти до июня идет. И поэтому охота с подсадной уткой продлили вот с 25 апреля по 10 июня. Это как бы, ну, непрерывный срок с подсадной уткой получается. Получается, что и сроки осеннего сезона охоты в этом году тоже были перенесены? Нет, по осенним, да, по осенним тоже есть изменения. Это касается в основном у нас копытных. Раньше у нас по копытным, по лосью, по косу или по благородному оленю у нас сроки охоты заканчивались, ну, они начались по-разному, да. Некоторые с 15 сентября, некоторые с 1 октября. И заканчивались 25 декабря. В связи с тем, что введены изменения, по которым субъект уже без веских оснований не имеет права ограничивать сроки охоты по копытным, да. То есть это снижение численности до 50% в течение трех лет. А у нас эта численность, наоборот, показывает тенденцию увеличения. То есть мы не можем уже ограничивать. То есть, соответственно, уже они должны быть по федеральным нормам. По федеральным нормам у нас копытные идут до 10 января. Соответственно, у нас сроки на диких копытных, таких как лось, косуля, благородная олень, будут до 10 января. Хотя, конечно, это для нашей республики не очень хорошо, так как животные, вот сильные холода, они становятся уязвимыми, да, и выходят в открытые места и становятся более уязвимыми для охоты. Ну, для тех, кто вот, ну, запрещенными способами охотиться, это охота с автотранспорта, это, ну, не очень хороший фактор появился. Но, тем не менее, мы вынуждены это соблюдать в федеральном законодательстве. И уже в этом году установлены такие вот сроки. Давайте напомним нашим зрителям об ответственности. Какие штрафы предусмотрены за охоту без лицензии, без разрешения? Ну, за нарушение правил охоты предусмотрено административное наказание. Это от 500 рублей до 4000 рублей. Да, также, если при охоте используются запрещенные способы охоты, да, в основном это такие, как электронные манные устройства, световые устройства, да, охота с автотранспорта, ну, не только с авто, а с механических транспортных средств, да, с любых. И охота в запрещенные сроки имеет санкцию, да, административную санкцию лишения права охоты от одного года до двух лет. И если причинен, да, в сфере по незаконной охоте, да, нанесен ущерб охотничьим ресурсам, да, который превышает свыше 40 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность. По статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также к нему могут быть и состав имеется, и это, значит, применение запрещенных способов охоты. А вот для того, чтобы правила и законодательство не нарушить, где можно ознакомиться с актуальным перечнем указаний для охотников? Ну, правила охоты у нас размещены на нашем сайте. И в связи с тем, что сейчас у нас, как бы, это сезон охоты, и прямо вот на нашем сайте, на главной странице, на сайте нашего министерства размещена информация для охотников, и там есть все вот эти, вся информация и по срокам охоты, и по правилам охоты. Но в рамках сезона охоты инспекторы и главы муниципальных образований берут на себя дополнительную ответственность. А что входит в их обязанности? Ну, у нас полномочиями по федеральному государственному охотничьему контролю и надзору обладают только государственные инспектора Министерства экологии и природопользования лесного хозяйства и его подведомственные учреждения, Дирекция биологических ресурсов, особо охраняя природных территорий и природных парков. То есть муниципальное образование не обладает данными полномочиями. И инспекторы, они согласно законодательству, согласно полномочий, они имеют право проверять всех физических лиц, находящихся в охотугодиях, проверять технические средства, любой автотранспорт или мотолодка, и досматривать транспортные средства, вещи, продукции охоты, оружие, а также производить изъятие и арест в случае наличия нарушений, изъятие оружия, продукции охоты, а также могут наложить арест и на транспортные технические средства. А как можно обеспечить безопасность во время охоты? Ну, обеспечение безопасности, в стилях обеспечения безопасности охоты, ну, есть ряд норм, которые оговорены правила охоты. Также при получении разрешения на оружие, да, охотники проходят курсы по соблюдению правил безопасности обращения с оружием. Это раз, да, и вот должны соблюдать правила охоты. Ну, например, вот согласно правилам охоты, при коллективной охоте, да, которая является способом загона, охотники все должны носить световые жилеты, да, с отражающим цветом согласно ГОСТов. Ну, это в правилах охоты там указано, какие там желтый, оранжевый цвет, и шапки, да, и жилеты, или шапки вот таких цветов. Ну, в основном жилеты, ну, можно и шапки. Также вот эти жилеты, они обязаны носить и во время охоты в темное время суток, даже если это не коллективная охота. Также, согласно правилам, запрещается стрелять по неясной видимой селе, стрелять на шорох, шум, стрелять вдоль линий стрелков. Ну, если вот тоже при охоте на пернатую дичь, если вот в зарослях находится, да, то запрещается стрелять на высоту менее 2,5 метров. Ну, к примеру, вот такие вот есть требования по соблюдению безопасности оружия. Но есть же и требования на какие-то виды животных запрещена охота или разрешена. Ну, какие вот разрешенные виды охоты у нас тоже имеются, да, согласно законодательству. Это есть закон об охоте, правила охоты. И на данные виды охончих ресурсов, да, мы предоставляем разрешение, да, разрешение на охоту. Каждый вид охотничьих ресурсов осуществляется на основании разрешения, да. Каждый сезон, как бы, охотник должен получить разрешение. Есть животные, которые занесены в Красную книгу. Это Красная книга Республики Саха-Якутия и Красная книга Российской Федерации. Там достаточно, ну, большой перечень там животных есть, да, с которым охотники могут также и ознакомиться на нашем сайте. Также сейчас вот в связи с депрессивным состоянием численности Зайса-Беляка в центральных районах республики, заречных районах республики до 2024 года введено ограничение охоты на Зайса-Беляка. Вообще запрещено в центральных заречных районах республики. Анатолий Семёнович, ну и в завершение нашей беседы ещё вот такой вопрос. Обычно с началом сроков сезона охоты выделяются квоты. Вот расскажите, пожалуйста, об этом процессе. Ну, у нас ежегодно мы осуществляем в целях... Ну, то есть есть виды животных, да, на которых устанавливается лимит добычи, в связи с тем, что превышение лимита будет угрожать их воспроизводственному потенциалу, да. Это основном у нас это дикие копытные, соболь, бурый медведь и соболь. На них мы ежегодно устанавливаем перед каждым сезоном охоты лимиты и квоты. Они устанавливаются на основании государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов и по нормативам допустимого изъятия, которые установлены приказом Минприроды России. И у нас в этом году ежегодно, да, каждый июль перед сезоном охоты у нас утверждаются лимиты и квоты. И у нас в этом году также утверждены, и они размещены на нашем сайте. Каждый, кто интересуется по численности, они могут там ознакомиться, где информация об охотниках, информация для охотников. И у нас, если вот так посмотреть ежегодно, да, наблюдаются тенденции увеличения численности, соответственно, у нас увеличиваются и лимиты и квоты. Лимит, что такое лимит? Лимит – это общая, как бы, совокупность квот. А квоты у нас устанавливаются по каждому охоту угодью отдельности. Это общедоступные охотничьи угодья, закрепленные охотничьи угодья и особо охраняют природные. Также в этом году у нас изменились нормативы, допустимые изъятия, да, части увлечения. И, соответственно, это тоже сыграло роль. И в этом году, как бы, есть, ну, увеличились. Соответственно, это, как бы, ну, один положительный момент для охотников, ну, доступность охоты, получается. Ну что ж, Анатолий Семенович, стало более-менее понятно. Я благодарю вас за содержательную беседу. Будем надеяться, что будущий осенний сезон охоты пройдет безопасно и эффективно для якутских охотников. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!